Георгий, скажи, пожалуйста, что нам обычно отвечают пропагандисты, когда мы рассказываем про шикарные дворцы и винодельни Путина? Они нам говорят, что это все не принадлежит Путину. Да, потому что это не может быть Путина, нам говорят. Где Путин, а где дворцы и роскошь. Его такое просто не интересует. Самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Он ходит в костюме одного покроя, словно в спецодежде. У него пяток галстука в простые рубашки. Мы каждый раз удивляемся. Да это же откровенное вранье. Путин обожает роскошь. Он требует роскоши и по-другому жить не умеет. Он сам, его родственники, дети, возлюбленные, родственники и дети этих возлюбленных буквально завалены супердорогой недвижимостью, акциями Газпрома, деньгами госкомпаний и прочими атрибутами жизни людей экстремально богатых. А по телевизору рассказывают, что Путин аскет и ничего, ну вот буквально ничего у него нет. Лепит на пустом месте образ человека, которому материальные ценности чужды. Его это не интересует. У него только работа, Россия, ну и иногда в виде исключения прогулка по лесу за грибами с другим пенсионером, с Сергеем Кургетовичем Шойгу. И это ключевая часть большой системы путинской пропаганды. Там много разных элементов. Тут он гениальный стратег и геополитик. Тут он жесткий лидер, все его боятся. Тут он свой парень, анекдот расскажет, пошутит. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина-мужина, она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому, что там говорить, а? Ну и, конечно же, это то, что Путин так близок к народу. Только Путин понимает россиян. А отдых для него другое. На свой день рождения, например, он может уйти в тайгу, облачившись в одежду лесника. И это очень важно. Геополитика геополитикой, но народ ведь не обдуришь. Им обещают годами, что зарплаты и пенсии поднимут. Но поднимают только пенсионный возраст. Прошу вас отнестись к этому. С пониманием. Они по телевизору слушают про гениального Путина, а потом выходят на улицу, а там старики дерутся за просроченные продукты. Ну просто потому, что у них денег нет даже на нормальную еду. И согласитесь, когда человек тебя просит потерпеть и затянуть пояса, а сам живет как султан или император, пояса затягивать как-то не хочется. А хочется прийти к нему и сказать, ты 20 лет президент, а во власти все 30. Ты до чего страну довел, геополитик? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Вот и придумали нам образ бедного Путина. Небольшая квартира, автомобиль Нива, да и прицеп Скиф. И пресс-секретарь его Песков в часах за 37 миллионов рублей повторяет, у Путина одинаковые рубашки. Его вообще не интересует мода. Да что там мода, его еда не интересует. И Путин ест просто самую элементарную, простую еду. И даже хобби у него нет, разве что, ну, только чтение. Сидит целыми днями в простых рубашках, на краешке стула, голодный и читает историческую литературу. Вот такой вот образ. Но сейчас мы с вами это вранье разоблачим очень простым и логичным способом, который нам подсказал сам Дмитрий Песков. У Путина нет дворца в Геленджике. Когда вы смотрите вот этот вот материал про этот дворец, просто каждый раз себя спрашиваете, а при чем здесь Путин? При чем здесь Путин? А при чем здесь президент? Почему Путин? Почему Путин? Без проблем. Ну, не верите вы, что Геленджикский дворец с аквадискотекой принадлежит Путину. Считайте, что это антироссийская провокация. И это все на самом деле принадлежит Тартенбергу. Хорошо. Давайте отправимся на объект, где Путин, ну, точно, причем, в его официальную резиденцию. За Путиным закреплены четыре резиденции для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти. Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съемку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Новогарево, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи. И, погодите-ка, а четвертая официальная резиденция мы не знаем вообще ничего. Вы все много раз слышали. Путин на Валдае, Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но, удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача. И так как тут вопросов чьей-то не стоит, остается только узнать, как Владимир Владимирович официально проводит свои загородные дни. Как отдыхает, аскетично или нет, и главное, во сколько нам это обходится. Посмотрите, вот здесь участок 150 гектаров. Это земля на северной части полуострова. На ней стоят технические здания, склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Земля официально принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны. Все оформлено как положено. А вот эта южная часть полуострова, 100 гектар, между двумя озерами, Ужин и Валдай, она принадлежит Юрию Ковальчуку, главному путинскому кошельку, спонсору дворцов и спонсору его девушек. На этой части на самом деле располагается резиденция. Дачи, баня и другие постройки для развлечения и отдыха. И фокус заключается в том, что Ковальчук, один из самых богатых людей в России, сдает эту часть полуострова в аренду управлению делами президента. То есть за очередную удачу Путина арендную плату вносим мы из бюджета. И не кому-нибудь, а лучшему другу Путина, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов. Сколько платим? На каких условиях? С какой стати вообще? Ни на один из этих вопросов официальных ответов нет. Нет. Как у него вообще оказалась эта земля? Почему путинскую резиденцию построили на частной территории? Да просто потому, что в последние месяцы еще первого своего срока, в 2003 году, Путин задумался о будущем. Хорошо ведь и потом иметь дачку. Вот он решил оставить эту себе, но на себя-то не оформишь, поэтому оформил на друга. Все как он любит. Озеро, кооператив. Но мы, конечно же, разобрались и покажем вам сейчас, где Путин коротает свои карантинные дни и куда он приглашает своих любимых гостей. Мы начнем с того, что покажем вам главный дом. Но не потому, что он впечатляет. Он по путинским меркам на самом деле достаточно скромный. А просто потому, что его очень тщательно прячут. В интернете нет его фотографий вообще. Надо эту ситуацию исправить. Вот он, четырехэтажный особнячок, три с половиной тысячи квадратных метров. Балкончики, террасы, парадная лестница с фонтаном. Вот эти фотографии совсем старые. Сейчас территорию благоустроили, высадили деревья. Еще на территории есть много чего интересного. Например, вот тут, на берегу, стоит китайский павильон. Это такой гостевой домик. Вот как он выглядит изнутри. Интересное сооружение. Есть еще и классные избушки. Бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана. Есть детская площадка с огромным желто-голубым солнышком и горками. И, конечно же, есть собственная церковь. На сайте РПЦ упоминается ее название Владимирская. А в Кирове специально построили ее точную копию. Правда, в чуть более сдержанной цветовой гамме. Смотришь на это и думаешь, ну, резиденция и резиденция. Что Новогорёва, что Сочинская, что это. Ну, все одно и то же. Госдача. Но Валдай прячут не просто так. Ведь тут, в 350 метрах от главного дома, притаился главный валдайский секрет Путина. Храм его Аскезы. Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7 тысяч квадратных метров. Три этажа, два из которых, конечно же, под землей. Ну, что это? Ангар для вертолетов? Хранилище для одинаковых рубашек и нескольких галстуков? Какое-то, может быть, очень необходимое техническое помещение? Нет, друзья. Это СПА-комплекс. Личный салон красоты и ухода за собой для Владимира Владимировича Путина. А вот это, Мария, поэтажные планы этого СПА-комплекса. Чудесно. Все, как мы любим. Каждое помещение, каждая стеночка, все тут есть для нашего с вами изучения. Мы же за это платим. Имеем право посмотреть. Эти планы, кстати, можно скачать на сайте, на avalny.com. В блоге Алексея все это выложено. В оригиналах скачивайте, рассматривайте. Как вы себе представляете аскетичный образ жизни? Как вы думаете, аскет вообще ходит в СПА? Как сочетается аскеза и криокамера, где тебя омолаживают и оздоравливают с помощью экстремального холода, минус 110 градусов? Или, например, грязелечение, оно проходит тут. Посещает ли аскет флоут-бассейн? Флоут-бассейн – это такая большая ванна или капсула, наполненная очень соленой водой. То есть ты в ней лежишь и как бы паришь на поверхности, как в невесомости. Все мышцы расслабляются, ты погружаешься в медитативное состояние. Очень полезно для снятия стресса и напряжения. Вот тут полностью оборудованный кабинет косметолога. Рядом кабинет стоматолога. Напротив можно посетить процедуру лимфопресса и по соседству массажные ванны. В другом крыле все по старинке. 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями, такими же, как в Геленджике и Новогорёва. Хамам, сауна – все тоже тут есть. Мы еще не обсудили это помещение. Эпицентр Аскезы располагается тут. Это массажная комната. Здесь установлен подиум для тайского массажа, массажное кресло, которое освещает специальная инфракрасная лампа. Только одно это кресло стоит больше полумиллиона рублей. Ну а в середине комнаты – кровать, зашторенная тюлевым балдахином. Мы тут даже интерьеры можем оценить. На одной стене – керамическое панно с орхидеями, а на другой стене – панно с менее звучным названием – зигуля. Красота. Если по винтовой лестнице подняться наверх, попадаешь в 200-метровый холл. Вверху есть еще спальня, сервировочная комната, кухни тут нет, потому что в сервировочной есть специальный лифт для еды. Ну и гигантская 500-метровая гостиная, судя по всему, с очень впечатляющим аквариумом. Ведь только подсобное помещение для этого аквариума занимает 13 квадратных метров. И давайте быстро пробежимся и по подвальному этажу. Это явно технические помещения и комнаты персонала. Находим самые долгожданные помещения для обслуживания соляной купели и отдельно подсобное помещение для грязолечения. Где-то мы это уже видели. Ну а тут помещение для спецсвязи. Если вдруг у кого-то есть сомнения, кто же именно построил себе такой аскетичный спа-комплекс. Кроме этого спа-комплекса, управ делами арендует около 80 строений, маленьких и больших. И никто до этого момента не знал, за сколько и на каких условиях. Даже сейчас документ из Росреестра находится в безобразном состоянии. Удалены названия зданий, перепутаны сроки аренды. Информация не обновлялась годами. Последнее упоминание на госзакупках датировано 2009 годом. И оттуда мы узнаем, что на территории резиденции, кроме китайских и русских изб, есть еще бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа. Есть еще вип-ресторанский на залом, боулингом, бильярдной и даже мини-казино. Мы бы, наверное, тогда не поверили, но теперь, обнаружив домашнее казино в Геленджике, наличие казино и тут, ну, вообще не вызывает удивления. Все это было построено там уже в 2009 году. А зная аппетиты национального лидера, за следующие 10 лет количество вип-саун, вип-ресторанов и вип-гольф-площадок там только приумножалось. А то, что это место – любимая резиденция Путина, сомнений у нас мало. Именно сюда Путину привозят его любимых артистов для личных вип-концертов. Помните историю Натальи Ветлицкой, которую вместе с Лепсом и Киркоровым привезли на закрытую вечеринку для шести человек в костюмах екатерининских времен? И это происходило тут. Или вот рассказ саксофониста и доверенного лица Путина Игоря Бутмана. Его везли на Валдай на машинах ДПС с мигалками. А там, по приезду, они уже сидели в какой-то избушке на курьих ножках. А Путин угощал его самогоном. Вот она, кстати, эта избушка на фотографии. В неожиданном месте, в документах охранника бывшего украинского президента Януковича, можно обнаружить упоминания об их тайной встрече с Путиным на Валдае во время Майдана. Там президентов развлекали артисты Елена Ваенга и Газманов. А в тот же день на радио Шансон вышло интервью Елены Ваенге прямо из карельских лесов. Ну, видимо, леса она увидела, а в географии она не очень сильна. На Валдай также посчастливилось съездить Сильвио Берлускони, где они вместе с Путиным летали на гидроплане. Берлускони предложение поначалу смутило. Тем более, что Путин не стал подниматься на борт и попрощался с давним другом из лодки. То есть, Валдайская резиденция – это такая настоящая личная дача Путина, куда не пускают журналистов, где не проходят официальных встреч. Здесь Путин отдыхает. И по доброй путинской традиции, точно так же, как с дворцом в Геленджике, все управляющие этой дачей, то есть главные хранители местных путинских секретов, щедро вознаграждаются деньгами и должностями. 20 лет со стороны ФСО за эту дачу отвечал Валерий Пикалев. Недавно Пикалева назначили вице-губернатором Санкт-Петербурга и руководителем администрации губернатора. И у нас остается самый главный вопрос. Сколько это стоит? Понять оказалось достаточно просто. Юрий Ковальчук владеет всем этим через свою фирму Прайма. Мы проверили и нашли все, что у этого Прайма есть, из чего он получает доходы. И узнали, что кроме арендных платежей от управ делами президента, значительных доходов у них нет. Ничем, кроме сдачи этой резиденции в аренду, фирма не занимается. А теперь смотрим финансовую отчетность Прайма. Выручка в 2019 году 312 миллионов. Выручка за 2018-й 304 миллиона. За прошедшие 10 лет фирма заработала 2,7 миллиарда рублей. И до конца путинского срока осталось еще 3 года. То есть еще минимум миллиард мы на эту дачу выбросим только в качестве оплаты Ковальчукам. Я понимаю, зачем президенту резиденция. Дом, дача, комплекс дач. Пожалуйста, в разных частях страны, ну пусть, страна огромная, чего уж. Понятно, что это все бюджетные расходы. Президенты меняются, а госдачи и остаются. Но что я категорически не понимаю, это с какой стати мы оплачиваем Путину строительство личных спа-комплексов с массажными и косметологическими залами, с криокамерами и флоут-бассейнами. С какой стати миллиарды рублей налогоплательщиков идут на процедуры релаксации, грязелечения и омоложения одного человека. И главное, почему эти деньги идут не куда-нибудь, а в виде аренды выплачиваются лучшему путинскому другу миллиардеру. И ведь это даже не принадлежит государству. Вот уйдет когда-нибудь Путин от власти, остальные резиденции, они как были на балансе с советских времен, так и останутся. А тут государству принадлежит только половина земли, без самой резиденции на ней. Остальное все Ковальчука. 300 миллионов рублей в год выбрасываются на ветер, чтобы у Путина было где полежать в невесомости и куда приглашать артистов. Это расследование не покажут по телевизору. По телевизору покажут, как скромный Путин в очередной раз всех переигрывает, как он аскетично путешествует по России и любуется деревянными поделками. Два путинских десятилетия прошли под флагом такого лицемерия. Телевизионный Путин к Путину настоящему не имеет никакого отношения. Очень важно показать этот ролик тем, кто телевизор смотрит и в такого Путина верит. В этой студии вместо нас должен сидеть Алексей Навальный. Но он в исправительной колонии, на голодовке. Навального незаконно посадил Путин за то, что он говорил правду про путинскую коррупцию, путинскую ложь и лицемерие. Мы эту правду говорить продолжим. Свободу Алексею Навальному. Лучший способ поддержать Алексея Навального сейчас – это регистрация на сайте free.navalley.com. Мы поставили перед собой цель – собрать 500 тысяч людей, готовых выйти на улицу в поддержку Навального и других политических заключенных. Найдите на карте свой дом, поставьте точку и давайте покажем власти, как нас много. Субтитры создавал DimaTorzok